Приветствую всех, кто зашел на мой канал. В двух шагах от Пантеона находится французская церковь Сан-Луиджи-де-Франчези, в которую мы сейчас с вами пойдем. На наших экскурсиях по Риму мы заходим в эту церковь. Если вы вдруг будете путешествовать самостоятельно, не пропустите ее и обязательно загляните сюда. Внутреннее убранство церкви поразит вас своей красотой. Но мы сегодня остановимся и рассмотрим капеллу Конторелли. Капелла получила свое название от имени французского кардинала. На итальянском языке его называли Конторелли. Он купил место в капелле для своего захоронения. Решение украсить капеллу историями евангелиста Матфея обусловлено тем фактом, что Конторелли звали Матфеем, и поэтому Матфей был его покровителем. Именно кардинал Конторелли руководил строительством церкви Сан-Луиджи-де-Франчези. Строительство церкви было завершено в 1589 году, а святили церковь в 1590 году, когда Конторелли уже пять лет как умер. В центре капеллы можно увидеть надгробие Конторелли. Украшение капеллы проходило очень медленно. Церковь еще до конца не была завершена. Например, между освящением церкви и установкой первых двух полотен Караваджо к юбилейному 1600 году ушло целых 10 лет. Украшать капеллу начали со свода. Фреска на своде датируется 1594-1696 годами, и работал над ней кавальер Дарпино. Тот самый кавальер Дарпино, у которого недавно работал Караваджо. Но дела в капелле двигались так медленно, что с кавальером Дарпино договор был расторгнут, и новый договор был подписан уже с Караваджо, который очень мечтал получить заказ от церкви. К тому времени Караваджо уже был знаменит в аристократических кругах, и многие дворцы Рима украшали его картины. Но Караваджо хотел получить именно народную любовь, именно народное признание. И для него было великое счастье получить этот заказ, тем более, что этот заказ необходимо было выполнить к юбилейному году. А в юбилейный год, как правило, в Рим приезжает очень много паломников, и Караваджо незамедлительно приступил к работе. В капелле Конторелли находятся три картины Караваджо. Призвание святого Матфея, Мученичество святого Матфея и Святой Матфей и Ангел. Что мы знаем о Матфее? Всем, конечно же, в первую очередь хочется узнать, как он стал учеником Иисуса, как и где он был убит. Благодаря Караваджо на многие вопросы можно найти ответ в его картинах. Можно сказать, что Караваджо в месяц лихорадочного создания шедевров изменил свою жизнь и судьбу живописи 17 века. Он создал сцены такого масштаба и сложности, с которыми раньше никто и никогда не сталкивался. Например, на картине Мученичества святого Матфея при виде убийства Караваджо заставил толпу фигур в ужасе разбежаться в разные стороны, в разном направлении. Это было невероятно для живописи того времени. Но давайте все-таки подробно и по порядку рассмотрим каждую картину в этой капелле. На картине изображен момент призвания Левия, сборщика налогов. Эта сцена радикально меняет жизнь мытаря. После призвания он становится учеником Иисуса, а затем и автором одного из Евангелий. Нам придется с вами терпеливо читать картину, просматривая большое полотно как минимум несколько раз вперед и назад, ведь главные герои здесь находятся не в центре, как было принято обычно, а сдвинуты влево и вправо. Однако первое, на что мы обращаем внимание, это жест Иисуса справа. Караваджо умело использовал жест, изображенный Микеланджело на своде Сикстинской капеллы, очень известный жест из сцены сотворения Адама. Перст Иисуса призывает сборщика налогов к новой жизни, точно так же, как перст Отца Небесного дает жизнь первому человеку. Микеланджело Меризи де Караваджо таким образом отдает дань уважения знаменитому тезке Микеланджело Боонаротти. На первый взгляд шедевр Караваджо кажется простым, но если хорошо присмотреться, то картина сложная и возникает очень много вопросов. Не сразу понятно, кто из персонажей является святым Матфеем, кому обращается Иисус. Некоторые видят будущего ученика в юноше, который пересчитывает или даже прячет деньги. Он наклонился вперед, как будто закрывает что-то от взгляда пожилого человека в очках. Однако в сравнении с другими картинами возраст святого Матфея не подходит. Он был старше. Тогда можно предположить, что Матфей – это бородатый мужчина в шляпе. Мужчина смотрит на Иисуса с удивленным лицом и поднятыми бровями. Левой рукой он указывает на грудь и как бы спрашивает «Кто я?». Его лицо полностью освещено. Караваджо намекает на божественное озарение в повседневной жизни, на благодать, ведущую к спасению. Да, это он – будущий евангелист и ученик Иисуса, ведь между ними чувствуется диалог. До того, как Матфей стал учеником Иисуса, в миру его звали Левий. Так и будем его сейчас называть. Если мы еще раз внимательно посмотрим на молодого человека слева, может показаться, что мы видим две руки молодого человека. Но если хорошо присмотреться, то мы видим правую руку молодого человека, а с другой стороны находится рука Левия. И когда мы уже с вами поняли, что сборщик налогов Левий становится евангелистом, мы понимаем, как тонко и шокирующий Караваджо указывает на разные судьбы людей. Левий, сборщик налогов, поднимает взор и смотрит на Иисуса. Он становится его учеником и меняет кардинально свою жизнь. А молодой человек остается в этой повседневной жизни без благодати и помощи Божией. Вот такой шокирующий и тонкий вывод сделал Караваджо, что у каждого из нас есть свобода выбора. Иисус изображен на картине справа. Поток света – это божественный свет, который освещает приход Иисуса. Свет поступает не из большого пыльного окна, из которого не просачивается ни малейшего света, а свет появляется откуда-то сбоку, освещая путь Иисуса. Иисус почти полностью скрыт фигурой святого Петра. Мы видим практически только поднятую руку Иисуса, лицо в профиль и тонкий нимб над головой. Иисус и святой Петр почти неразрывное целое. Они одеты в традициональную апостольскую одежду своего времени и босые. А слева пять персонажей вокруг стола, одеты в современную одежду. Несмотря на множество всевозможных нестыковок, окно, в которое не поступает свет, Иисус почти полностью скрыт, частично античная, частично современная одежда изображена на картине. С первого взгляда очень сложно понять и разобраться. Но шаг за шагом, рассматривая картину, мы все начинаем понимать. И Караваджо удалось донести до нас суть этой картины. Где же находятся герои картины? Давайте еще раз внимательно посмотрим на холст, чтобы понять, что же Караваджо выставляет на показ и подчеркивает светом. Герои картины находятся в скромной комнате. В ней стоит стол, стул в стиле Саванаролы, табурет. В центре стола чернильница с пером, мешочек с монетами. Мытар Левий собирал налог, а также мог давать деньги в долг, при этом брал очень большой процент, поэтому необходимо было вести записи. Справа налево мы видим жест Иисуса, который говорит «ты» и указывает на Левия. Затем слева направо реакция Левия. «Я, и я достоин быть вашим учеником?» А затем еще раз. Посмотрите, справа налево подтверждение Петра. «Да, ты» – это призвание изменить жизнь. Иногда нам жизнь посылает столько знаков для того, чтобы мы изменили свою жизнь, а мы этого не замечаем. На картине семь персонажей, все мужчины разного возраста, и Караваджо показывает нам судьбу каждого человека. Кто-то поднимает взор к Иисусу, а кто-то даже и не замечает его присутствия. Караваджо долго ждал этого заказа. Не покладая рук с раннего утра до позднего вечера, он работал в своей мастерской над картиной, забыв про друзей и про свою возлюбленную девушку. Он спешил закончить картину к рождественским праздникам, ведь именно в рождественские праздники проходила месса, где читали Евангелие от Матфея. И в канун рождественских праздников ночью картину перевезли из мастерской в церковь Сан-Луиджи де Франчези. Молниеносно слух о картине разлетелся по всему городу, и все старались увидеть своими глазами эту нашумевшую картину, о которой так много говорили. Караваджо хотел услышать, что о картине будет говорить народ. Он приходил в церковь, терялся в толпе и слушал. Слушал отзывы и критику. Ему очень нужна была оценка простого народа. Для Караваджо картина в капелле Конторелли – это как переход от юности к зрелости. Первый этап его карьеры, полностью предназначенный для частных коллекционеров, подошел к концу, и начинались годы работ над картинами для церквей. В капелле Конторелли находятся три картины Караваджо. По сюжету сейчас мы должны рассматривать с вами картину, которая находится в центре – написание Евангелия. Но к ней мы вернемся чуть позже. Эта картина была написана позже. Первоначально там планировали поставить скульптуру. А сейчас мы с вами рассмотрим картину, которая находится с правой стороны капеллы. Это «Мученичество святого Матфея». Рассматривая предыдущую картину «Призвание святого Матфея», нелегко было сразу понять, кто есть Матфей. Даже на этой картине сложно сразу понять, кто же перед нами находится на переднем плане – палач, убийца или все-таки перепуганный свидетель. Тогда почему у свидетеля в руках меч? На переднем плане в полулежащих позах изображены полуобнаженные мужчины в набедренных повязках. Мускулистый юноша рядом со святым Матфеем тоже стоит в набедренной повязке. Он держит меч в правой руке, и у него обезумевшее выражение лица. Матфей поднял руку вверх, кажется, хочет защититься. И именно поэтому нам кажется, что юноша и есть палач, готовый вновь пронзить тело раненого Матфея. Однако очень любопытно, что убийца практически обнажен, как полулежащий мужчина на переднем плане. А может быть, это не убийца, а человек, который бросился на помощь, он был один из тех, кто пришел принять крещение, а убийцы как раз убегают с места преступления. Кто-то из ярко одетых молодых людей, торопливо бежащих влево. Убийство Матфея резко прерывает церемонию крещения. Несколько мужчин полулежат у подножья алтаря. Это как раз те, кто готовился принять крещение. При крещении происходило погружение в воду, поэтому они почти нагие. Я все-таки придерживаюсь версии, что в центре картины находится убийца. Потому что эта картина была написана в тот период, когда на площади Кампо де Фиори сожгли Джордана Броно, и Караваджо присутствовал на этой казни. И поэтому автор картины акцентирует наше внимание не на Матфеи, а на убийце. На картине очень много персонажей, которые одновременно пытаются разбежаться в стороны. Но наше внимание останавливается в центре картины, и мы начинаем рассматривать эту картину именно с фигуры убийцы. Когда у Караваджо спросили, кто позировал убийцу, он ответил, «Вы разве не узнаете? Это же Адам со свода Сикстинской капеллы с фрески «Сотворение человека». Лучшего натурщика быть не может. Да простит меня Микеланджело». Сзади, среди толпы, Караваджо изобразил себя 30-летнего. С преждевременно морщинистым лицом, длинными волосами, черной бородой и густыми бровями. Вероятно, это самый известный из автопортретов, который Караваджо изобразил в своих картинах. На протяжении всей карьеры, конечно же, вы помните автопортрет Караваджо в «Больном балке» и на картине «Давид с головой Голиафа». Так он показывает свое состояние и разные периоды жизни. Внешность Караваджо соответствует описаниям. Но здесь главный вопрос касается не сходства художника, а его присутствия на месте кровавого события. Караваджо показывает нам, что люди из простого зрителя картины превращаются в очевидцев события. Так он вовлекает нас в действие, происходящее здесь. Караваджо стоит по ту сторону картины, а мы стоим здесь и точно так же переживаем за происходящее событие. Именно в этот период, когда Караваджо писал картины для капеллы Конторелли, он не раз сталкивался с бандой Ранучи Томасони, который нелестно высказывался о подруге Караваджо Лене. Лена, которую защищал Караваджо, подвергалась преследованиям со стороны банды Томасони. Длинная история оскорблений, стычек, бурных столкновений, которая закончилась драматическим финалом в мае 1606 году. На Кампо Марцио Караваджо и Ранучи Томасони встретились друг с другом, как всегда поссорились, у них завязалась драка. Караваджо ранил Томасони в ногу, проткнул ему артерию. Томасони не успели оказать медицинскую помощь, он истек кровью и умер. И в мае 1606 году Караваджо пришлось бежать из Рима. Убийство Матфея, кажется, застало врасплох даже ангела, который протягивает пальмовую веточку к вытянутой руке Матфея. Он совершает такой сложный акробатический поворот. Слева от головы ангела мы видим пламя свечи. Свеча стоит на алтаре, это отсылка к Месси, но также и символ. На картинах 17 века мерцающая свеча символизирует краткость человеческой жизни, которая может погаснуть в любой момент. Первоначально для этой капеллы была заказана скульптура, но ее не приняли. И сейчас эта скульптура находится в другой римской церкви, в церкви Сан-Тиссимо Тринитада и Пилигрини. И тут же поступил заказ Караваджо написать картину «Святой Матфей и ангел». Матфей словно вскочил. Он прислонился к письменному столу и вступает с ангелом в диалог жестов и взглядов. Прекрасная проработка деталей, жестов, взглядов, даже чувствуется какой-то испуг Матфея от неожиданного появления ангела. Но здесь есть еще одна деталь, на которую мало кто бы обратил внимания – это табурет. Обратите внимание на табурет. Одна ножка как будто находится в картине, а другая за картиной. Она здесь и сейчас, перед нашими глазами. С 17 века эта ножка балансирует между живописью и реальностью. Вот так Караваджо нас вовлекает и приглашает всматриваться в каждую деталь его картины. А вы знали, что Караваджо написал две картины на тему «Святой Матфей и ангел»? К сожалению, первая картина была отвергнута духовенством, и Караваджо пришлось увезти ее в мастерскую. Ее купил банкир Винченцо Джастиниани. Картина до 1945 года находилась в Берлине, а потом сгорела при пожаре. После продажи картины Караваджо взялся за написание второго варианта, который сейчас находится в капелле. Во второй половине 17 века, после бегства из Рима и смерти Караваджо, через несколько лет картины сняли и убрали в подвал. Благодаря искусствоведу Роберто Лонге уже в 20 веке картины были найдены, очищены от пыли и вновь увидели свет. И вот сейчас мы с вами любуемся этими картинами в церкви. Дорогие друзья, сегодня я вам очень подробно рассказала о трех картинах Караваджо, которые находятся в церкви Сан-Луиджи де Франчези. А вам нравится заходить в римские церкви? Какая ваша любимая церковь в Риме? Напишите в комментарии. А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам заглянуть на несколько минут в Пантеон. На этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья. Желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия. Приезжайте в Вечный Город. Приезжайте в Вечный Город. Приезжайте в Вечный Город. Приезжайте в Вечный Город. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok